Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе, о политике, экономике и болтаю с вами на самые разнообразные темы. Ну что, друзья, сегодня воскресенье, а значит традиционно листаем ваши комментарии и я пытаюсь на них отвечать, либо в крайнем случае каким-то образом их комментировать. Так, не забываем также посмотреть мое видео с обзором трех лучших американских акций недели. Я долго размышлял, какой формат этих видео придумать и в итоге решил, что я буду делать обзоры лучших акций из индекса S&P500, чтобы совсем каша не получалась у меня в этих обзорах. То есть мы берем лидеров недели именно из индекса. Соответственно, это будут реально хорошие, интересные американские акции, в которые имеет смысл инвестировать. И посмотрите аналогичный обзор по трем лучшим российским акциям прошедшей недели. Ну что, друзья, полетели? Итак, друзья, к моему видео про День Великой Победы. В нем я, в общем-то, рассказывал о своем отношении, о своих героях, героях моей семьи. И вот Вук Новик пишет комментарий. Вам привет, большой Вук. У меня один дед с фашистами не воевал, так как был ранен еще в гражданскую войну, а другой рассказывал, как шли они втроем, то ли обед несли, то ли еще что-то, присели отдохнуть, а тут как снаряд жахнет. Одному голову оторвало, другому ноги. Дед увидел машину с крестом, думал, санитарная подбегает к ней, а эта немецкая. Ну и удирать оттуда. Да, у меня тоже подобные истории мой дед рассказывал. Я очень смутно его помню. Он умер, когда мне было 9 лет, и я вот по-взрослому уже не успел с ним все эти вещи, к сожалению, обсудить, о чем очень сильно жалею, друзья. Так что, если вдруг ваши ветераны еще живы, не теряйте ни минуты, обязательно сядьте с ними, посидите, послушайте их истории, почувствуйте вот эту связь поколений. На самом деле, это, друзья, великие люди, и нам надо благодарить их. Благодарить их каждый день, не только в этот праздник. Они сделали для нас великое дело. Так, к этому же видео. Любовь Морковь, Любовь, вам тоже привет. Пишет, нам очень повезло, что мы слушали о войне от наших бабушек и дедушек. Сейчас дети уже воспринимают по-другому из учебников. Ну и там у нас с ней как раз на эту тему переписка. Я рассказываю о том, что я, по сути, своего деда-ветерана по большому счету не застал. А вот Любовь, ей повезло больше. Вот, она успела, успела пообщаться со своими героическими родственниками. Так, к видео про высказывание Дмитрия Киселева о том, что россияне своим поведением не заслужили выход на плато и вообще не заслужили снятия режима самоограничений. Много было негативных комментариев. Михаил Ильин, например, тоже считает, что Киселев неправ. Ну, спасибо за ваше, Михаил, мнение. Так, к видео о том, что Конгресс обвиняет Трампа в связях с Россией. Вук пишет, Трамп наехал на Китай, демократы наехали на Трампа. Из чего удумал производство перевезти с Китая в США. Ну да, по-любому это какая-то идет такая предвыборная уже возня. Начинается уже примерно полгода до выборов президента Соединенных Штатов. И Трамп туда, естественно, пойдет. Он хочет идти на второй срок. Так что скоро, наверное, еще не такое полезет. Возможно, нам скоро расскажут, что он детей ел. Так, Саша Майер, вам привет. Про мое видео, что я получил проценты по карте Тинькофф Блэк. Сумма небольшая, но не лишняя. Никакими деньгами нельзя пренебрегать. Я тоже в Тиньке. Плюшки их, конечно, с годами сильно обмельчали. Но все равно они есть и радуют. Да, Саша, согласен. Ну вот в комментариях многие зрители пишут, что есть карты, возможно, даже поэффективнее сегодня. Ну, не знаю. Я вот как-то к Тинькоффу привык. Полгода где-то я этой картой пользуюсь. В общем-то, пока она меня устраивает. Если она сейчас не порежет процент на остаток, что может произойти. Вот сегодня только я снимал видео про то, что Тинькофф уже прислал письмо о том, что вклады, процентные ставки по вкладам снижаются. Я так думаю, 5% на карте Тинькофф Блэка они тоже, конечно, не оставят. Скорее всего, тоже будут резать. Так, к видео про Дональда Трампа, русского агента «Пыльные гантели» вам привет. Пишет «Приветствую Нига». Был такой старый фильм «Плутовство» 95-го года. Я, кстати, загуглил. Вы чуть-чуть в годе только ошиблись. 98-й, по-моему, год. Денира Хоффман. В переводе там «Большие потери», к сожалению. Лучше в оригинале. А потом отмотайте на события шестилетней давности. Джен Псаки, Мэтью Ли, «Нескучный вечер» гарантирован. Спасибо за рекомендацию. Фильм не смотрел. Как-нибудь обязательно это сделаю. Люблю такие замысловатые истории. Я немножко почитал, о чем кино. Ну да, прикольный сюжет. Ну и актеры, безусловно, Дениру и Хоффман. Это величины. Так, Максим Федоров к видео про Пронцета Тинькова пишет. Есть еще одна схема. Перейти на тариф 6.2. Он бесплатный за обслуживание с сохранением кэшбэка. А для начисления процента можно открыть накопительный счет. Там такая же ставка 5%. И не нужно иметь либо вклад, либо остаток по карте. Ну вот здесь, в этом видео, кто-то здесь, я насколько помню, опровергнул. А, вот Ренат Коренев. Ренат тоже привет вам пишет. Но то, что у вас находится на самой карте, не попадает под процент на остаток. Так. Ну, в общем-то, это уже нюансы. В принципе, в любом случае, Тиньков, мне кажется, продукт очень интересный. Ренат сам пользовался Рокетбанком, первооткрывателем такой фишки в России. После отмены политики лояльности перешел на Тиньков. Был еще вариант Альфа-банка, но у них тупо сайт не работал, когда оформлял карту. Да, про Рокетбанк что-то я такое слышал. Демитков, по-моему, про это рассказывал часто. Ну, вроде как Рокетбанк этот вообще чуть ли не банкрот, да, насколько я знаю. Ну, какие-то у него там сложности большие. Так, Шахин, у нас Freedom 14% годовых дает в Тенге и 3% в долларах на остаток. Вот это вообще, друзья, конечно, вот если честно, я поражен этой информацией. Шахин, вам привет, это зритель мой из Казахстана. И вот она говорит, что 5,4% у них инфляция. И представляете, при инфляции 5,4% по вкладу 14%. Ну, это вообще, конечно, бомба, учитывая, что у нас в России, скажем, 5-5,5% по вкладу. А вообще сейчас вот ЦБ как снижает ставку, так вообще даже выше 5% найти проблематично. При том, что у нас инфляция, ну, вроде как официальная, это, наверное, около 4%. Но по факту-то она, наверное, больше. То, ну, вообще, как считается, да, что процент по депозиту, он инфляцию едва-едва перекрывает. И то даже не всегда. Если у вас в Казахстане такая лафа, как бы, ну, это действительно очень круто. Вопрос только, реальную ли вам инфляцию ваши власти рисуют. В статистике. Это вопрос другой. Так, вот Руслан тоже заинтересовался про Freedom Finance. Так, и вот Шахин тут еще рассказывает, что у нее 5-8% выходит в месяц на фондовом рынке посредством спекуляций. Но на самом деле при таких процентах по вкладу, блин, на фондовом рынке иметь больше, чем 14 годовых. Это надо, конечно, сильно постараться. Ну, здорово, что у вас это получается. Так, видео про открытие торгов. Владимир Назаров мне тут подсказал. Я там рассказывал, что обвалилась акция группы ЛСР, строительная компания питерская. И он мне подсказал, что это был просто дивидендный гэп. И действительно, я потом в этом разобрался. На самом деле, там отсечка просто была 7 мая. Ну, и на следующий день цена акции, конечно, рухнула. Примерно как раз на размер дивидендов. Так, к видео про то, что в Госдуму внесен законопроект о том, что туроператоры будут вправе выдавать за сорванные туры ваучеры вместо денег. Любовь пишет, что 16 лет в туристическом бизнесе. Пока не вижу никакой помощи. Вижу замкнутый круг только. Любовь, вам привет. Ну, держите, что делать. Всем сейчас тяжело. Но сфера услуг вообще, конечно, плохо себя чувствует. Самая, наверное, пострадавшая. Так, Руслан пишет, что тоже чуть не купил билет. Зато вот авиабилеты по работе купил заранее, еще в конце марта. Одобрили возврат средств и ждет до сих пор. Ну, печально, печально. Надеюсь, вернут вам. Так, Алекс Попов тоже не очень любит Дмитрия Киселева. Видео про эмиграцию я снимал. Такое просто философско-размышлительное. Михаил ТВ пишет, но всегда уехать не смогу. На время какое-то, конечно, почему бы нет. Ну, да. Я вот, кстати, заметил, многие пишут, что я бы тоже, возможно, бы уехал. Но вот как-то просто решиться тяжело, на самом деле. Прикипаешь к своему городу, к своей стране. И, в общем-то, наверное, умом понимаешь, что есть места, наверное, получше. Климатически даже элементарно. Ну, плюс социально. Политически. И все равно сидим как-то и мало кто. Мало кто может так просто встать и сменить страну. Так, Игорь Плешаков к видео про Антона Силуанова. Блин, Антон Силуанов, конечно, выступил так выступил. Посмотрите, друзья, вот это видео. Я, конечно, сильно возмущен такими заявлениями. Ладно, когда это вот говорят какие-то Силовьёвы, там, всякие Киселёвы. Ну, это же можно понять всё-таки. Ну, понятно, там, журналист, в кавычках, там, не политический деятель, ну, министр. Ну, нельзя такой министр говорить. Ну, какое же доверие в таком случае будет у людей, если министр вот такую дезинформацию себе позволяет. Так, Саша пишет. Я бы хотела жить в другой стране, но у меня нет моральных сил на движение в этом направлении. Физические и материальные ресурсы есть, но моральной силушки нет. Её хватило только на то, чтобы комфортно окопаться тут. Вот, сижу вся такая умная, вижу и осознаю всё происходящее, постоянно испытываю отвращение к этому, но сижу дальше. Не знаю, возможно, если бы рядом со мной появился человек, реально нацеленный на переезд, я бы втянулась бы и всё получилось. Да, Саша, я думаю, так у многих такая же ситуация. Вам тоже привет. Так, к моему видео с прогнозом. Я там итоги дня подвожу, как обычно. И вот пользователь Сека пишет. Тоже маленький минус, но сегодня он скинул часть Интерау. И Юнипро взял Россеть и ушёл в минус 0,3. Надеюсь, что дивидендная история того стоит. Так, Любовь Морковь, хороший у вас канал, как будто с хорошим другом поговорила. Пока слушала, вспомнила фильм Интердевочка, как тоскливое ей было в Швеции. Спасибо за тёплые слова, Любовь. Ну, в таком ключе, в принципе, я стараюсь каналы вести и просто общаться с вами. Совершенно по-дружески. В общем-то, мы тут группа единомышленников. Никого стараюсь не поучать, не умничать. Так что, надеюсь, вам приятно меня слушать. Так, отношусь абсолютно позитивно. Это к видео про эмиграцию. К видео о том, что Трамп требует американские компании вернуть бизнес в США. Саша Майер пишет. Не знаю, к чему приведёт эта война глобально, но если американские компании перенесут производство в свою страну, то стоимость этих товаров взлетит. Ну, и дальше там началась дискуссия, взлетит или не взлетит. Сложный вопрос. Трамп тоже, конечно, сильно пиарится. Многие его действия сейчас продиктованы выборами предстоящими. Но в этом, друзья, и есть сила демократии. На самом деле, мы как бы осуждаем, да, вот зачастую его комизм, который зачастую он как-то допускает. Какой-то хаос вообще в его заявлениях. Но ведь человек так-то посудить. Вот старается, реально что-то вот он это. Потому что он понимает, что если он сейчас не будет удовлетворять потребности людей, именно людей, общества, широких слоёв, то его тупо не выберут, друзья. Это же так банально и просто. В этом и есть смысл демократии. Я говорю, что, грубо говоря, надо строить государство на нефти, а мой оппонент говорит, что надо строить на инновациях. Всё. Если меня страна не поддерживает, я никогда не буду ей править 20 лет. Меня просто убирают. Вот в этом и, собственно, и смысл. И к этому можно относиться как угодно. Вот к этой смене там афроамериканский президент, белый президент, демократ, республиканец. Но это же работает. В этом и есть вот эта движущая сила прогресса. Когда за счёт смены вот этих курсов, смены направлений политических, собственно, и достигается баланс интересов людей. Ну а если во главе страны какой-то единоличный человек, который, в общем-то, никаких других точек зрения не приемлет, идёт подавление позиций, то, собственно, друзья, никаких альтернативных мнений мы не услышим. Поэтому я не знаю. Я, если честно, вот какие-то некоторые действия Трампа я вполне даже могу поддержать, потому что он действует в интересах своей страны. Мы можем ругаться на это, можем злиться. Но я бы очень хотел, чтобы моя власть тоже действовала всегда в моих интересах. Всегда. Так, это экономическая война между США и Китаем, спрашивает ВУК. Скорее всего, это внутриэкономическая война между элитами США. Ну, по-любому, да, это республиканцы, демократы воюют. Но хорошо от этого кому? Людям от этого хорошо. Потому что вот эта суета, которую они сейчас затевают, и неспроста же, друзья, вот эта многотриллионная помощь, которая сейчас оказывается. Потому что, если Трамп ее не будет оказывать, то просто осенью в Белом доме будет другой человек. Вот и все. Поэтому он не сидит на этих резервах своих. Он вынужден что-то предпринимать. Ну, да, печатать деньги, изыскивать резервы. Хорошо это или плохо? Ну, спросите у американцев, кто получает по 1200 от государства. Я так думаю, недовольных будет немного. Так, Ренат пишет. «Переезжай в другую страну для меня слишком, и так некоторых родственников не видишь годами. Планирую мигрировать внутри страны куда-нибудь в Черное море». Ну, тоже, кстати, хороший вариант. Единственное, что у Черного моря работы нет, говорят. Ох, там уже все разобрали. Придется торговать там, наверное, шаурмой. Так, Вук пишет. «Куда сейчас уедешь? США безработных. 26 миллионов. Даже посуду мыть не устроишься». Да, у них, кстати, это жесткая проблема. Пишут, что у них безработица самая высокая со времен Великой депрессии. То есть, там 80 лет, в принципе, не было такой безработицы. Ну, безусловно, проблема. Но это их проблема, друзья. Пусть сами решают. У нас своих проблем полно. «Деньги есть, желания есть, силы воли нет, пишет Шахин. Подсознательно хочет уехать. Не представляю, правда решусь ли». Так, «Любовь просит не выставлять лица крупным планом». Ну, не получается, любовь. Приходится. Приходится. Я вам буду говорить, когда буду кого-то вставлять. Я вас буду предупреждать, чтобы вы отворачивались. Знаете, как в кинотеатрах, когда какое-нибудь страшное лицо должно появиться. И так можно чуть глаза прикрыть. А потом, когда идет какая-нибудь картинка такая вот с днем, когда не страшно, тогда можно смотреть. Так, «Россияне, как все уже поняли, ничего не заслужили». Так, «Руслан, это ирония под конец?» Да, «Руслан, к сожалению, ирония. Что еще остается нам?» Так, «Видео про ETF». Тут много было таких толковых комментариев. Спасибо тем, кто отписывался, кто реально покупал. Я вот лично ETF покупал только два вида. Поэтому тут были вопросы про FXGP, FXUK. Ну, это такие специфические ETF на японские, британские рынки. Ну и, в общем-то, те, кто с этим сталкивался, те вот тут подсказывали. Никита, в частности. Спасибо вам большое. Вот он, кстати, пишет, что «Финекс» часть своих ETF-ок свернул. Так, «Максэ, нравится ваша ежедневная аналитика? Интересно узнать ваше мнение на лето». Ну, там я ему отвечаю, что ничего на лето не могу сказать. Я так думаю, все, кто сейчас что-то пытается сильно далеко прогнозировать, в общем-то, на кофейной гуще гадает. Ну, я тоже могу это сделать, погадать, сказать, что там нефть будет 35-40, что все будет хорошо и здорово. Но, друзья, ситуация может совершенно разнообразно повернуться. Я вот сколько мнений читаю, я же тоже читаю, там, параллельно какие-то тоже блоги смотрю. Ну, и, в общем-то, совершенно диаметрально противоположное зачастую. Можно вычитать какие-то аналитические агентства. Кто-то считает, что дно прошли, кто-то считает, что оно еще впереди. Поэтому, не знаю, Day by Day, в общем-то, я думаю, здесь лучший вариант. Так, к видео про ETF. Спасибо, закинуло ногу на ногу. Да, да, пожалуйста. Я там просто говорил о том, что ETF такой низконервный инструмент. То есть, его покупаешь и, в общем-то, особо не паришься. И вы знаете, на самом деле, ETF показывает зачастую достаточно хорошую доходность и нервы экономят. То есть, если с акциями приходится что-то постоянно отслеживать, переживать, там, одна выросла, вторая упала. ETF – это так скучно, неинтересно, банально, но вместе с тем, очень неплохо в качестве инвестиций. И я не исключаю, что в скором времени ETF-ки я буду увеличивать в своем портфеле. Потому что вот что-то пытаешься как-то общий тренд рыночный перегнать, а зачастую даже догнать его не можешь. Вот я так даже заметил, я не знаю, как у вас обстоит дело. Что-то мудришь там, пытаешься предсказывать, как себя одна отрасль поведет, как другая. А можно было просто ETF-ку взять и на этом зарабатывать. Потому что если растет рынок, у вас ETF всегда будет расти. А если вы сидите в акциях, то даже при растущем рынке вы, друзья, можете терять. У меня такое бывает периодически. Так, вот, кстати, может кто в курсе, есть ли какие-то ETF-ки именно номинированные в валюте. Вот я что-то в последнее время хотел бы какой-нибудь такой актив себе заиметь. Ну, то есть, чтобы они были в долларах и при этом дублировали, например, там индекс S&P 500. Какие-нибудь PIFы, возможно. Конечно, торгуются ли они на питерской бирже. Бирже интересно. Вот мне кажется, такой актив был бы неплохо иметь. Так, Саша пишет. ETF- это отныне моя любовь. Медленно, наверное, плюсуют. Никаких нервов, в отличие от акций. Они хоть медленно растут, но и просили не так сильно, как все остальное рухнуло. Да, согласен полностью. У меня вон ETF-ка на американские акции. Блин, она уже в плюсе на, по-моему, 8 или 9 процентов. С учетом того, что она весь кризис у меня пережила. Ну, и все уже полностью восстановилось. Остальной мой портфель, в общем-то, еще так и не вылез из ямы. Поэтому, друзья, те, кто начинает, обращайте внимание. Ну, естественно, у ФЗ. Ну, и, возможно, начинать с каких-то ETF. Хотя бы просто, чтобы понять, как все это работает. Так, Владимир Назаров тут спрашивал про мелкие фонды. Ну, вот там ему как раз, кстати, многие и объясняли. Так, Бек Назар. Саранкулов пишет. Если вам несложно, можете добавлять тайм-код на каждое видео. Спасибо за новости, вы лучший. Бек Назар. Ну, я видел у некоторых своих коллег, кто это делает. Но, вы знаете, если честно, мне кажется, довольно трудоемко. Возможно, в будущем я к этому приду. Сейчас у меня цель, во-первых, добраться, попробовать до монетизации. Если уже, как бы, я до этой цели доберусь. И YouTube, помимо какого-то морального удовлетворения, интереса, еще будет мне приносить, возможно, какой-то кэш, то тогда, возможно, я уже задумаюсь о тайм-кодах и всем прочем. Ну, пока для меня это просто хобби, и я это делаю ради своего удовольствия. Ну, и надеюсь, вам тоже иногда чем-то помогаю. Так, Вук пишет, а какой в России кризис? Это на загнивающем западе кризис, а Россия в периоде расцвета даже цена на нефть выросла. Да, как сыр в масле катаемся. Не поспоришь с вами. Так, Снежана. Чинуши разграбят гораздо быстрее, чем за 4 года. Голод будет уже в конце 20-го или в начале 2021-го. Ну, я, если честно, вот таких прям апокалиптических сценариев, я в них не верю. Все-таки, я думаю, нефть стабилизируется так или иначе, уже текущие цены. Российский рынок вполне устраивает, скажем, нефть 30-35. Это, я так думаю, вполне себе приемлемо. Ну, посмотрим. Все-таки, я так думаю, сейчас начнут открывать границы постепенно. Люди начнут опять ездить, заработают предприятия. И так тихо, тихо, мирно мы выберемся из всего этого с большими потерями по ВВП. Но какого-то, я так думаю, все-таки страшного дефолта обвала не произойдет. Будет такая медленная стагнация. И, может быть, там в следующем году какой-нибудь начнется вялый-вялый рост. Но, опять же, на фондовом рынке может быть все совершенно иначе. Фондовый рынок, он живет не с криной жизнью, чем вся экономика в целом. Мы это, в общем-то, и наблюдаем. Фондовый рынок-то последние, можно сказать, полтора месяца растет. Хотя, в экономике, друзья, я так думаю, дела обстоят значительно хуже. Так. Владимир Назаров. Нужны ли американские акции начинающему инвестору? Не проще купить ETF и можно ли передать американские акции по наследству? Да, по наследству можно их передавать. Насчет ETF. Я вот, кстати, из-за вашего комментария, в том числе, и надумал видео про ETF написать. Так что спасибо вам, Владимир. Спасибо всем тем, кто пишет комментарии к моим видосам. Друзья, во-первых, это добавляет мне просмотров, добавляет моему каналу ликвидности на Ютубе. Ну и плюс подкидывает мне идеи. Вот я что-то, допустим, с вами о чем-то беседую. И хопа, мне пришла в голову мысль о чем-то записать видосы и самому, например, поглубже в этом вопросе разобраться. Так что, друзья, процесс взаимовыгодный у нас происходит. У меня был один препод в институте, и он всегда на нас громко кричал. Он был такой полковник в отставке. Не помню, что он там нам преподавал уже. Какую-то криминалистику, что ли. И вот он. Вы, деревяшки там, тупые придурки. Я с вами вот по системе НИПЕЛи работаю. Думаю, как, как, Юрий Иванович, расскажи, что за система НИПЕЛи? А он вот, как все пожилые люди, одно и то же мог повторять каждый день. И при этом он забывал, что он уже об этом говорил. Ну и мы ему так подыгрывали. Юрий Иванович, а что за система НИПЕЛи? Ну я вам даю знания. От вас отдачи никакой. Мы прям все там под столом от смеха. Но вот у нас с вами не так, друзья. У нас с вами все взаимовыгодно, скажем. Вы мне даете идеи, я, возможно, вам. Так, друзья, вот это видео, это вообще просто. Я не знаю, это... Вот у меня была история в детстве, я помню. Ну не в детстве, там, не знаю, у меня сколько было лет. Там в юности в деревне какое-то очередное лето я проводил. И помню, мы убирали сено. И я поднимаю сток такой небольшой сена на вильник. И смотрю, просто под ним осиное гнездо. Представляете, дикие осы. И они просто вот так поднимается рой этих ос. Брат стоит, мой старший двоюродный. Стой, не дергайся. Сейчас они тебя начнут типа это... Если будешь нервничать, там, руками махать, они тебя сейчас покусают. Но я стою, терплю. Чувствую один укус, второй, пятый, десятый. И все. Тут я уже терпеть не могу. Начинаю орать и просто убегать. И за мной эти осы гонятся прям роем. Он потом рассказывал. Они с тобой ломанулись. В итоге, в общем, я весь был покусан. Как выяснилось, никаких аллергий у меня на ос не было, к счастью. Потому что говорят, это очень опасно. Там люди могут последствия тяжелые иметь. Там даже от одного, двух, трех укусов. И вот то же самое случилось с этим видео, друзья. Я просто ящик Пандоры открыл. Снял видос про Никиту Михалкова. Который, как вы знаете, сейчас верит в чипирование. Билл Гейса считает злодеем. И просто это невероятный какой-то град критики посыпался. Я просто был удивлен, сколько в интернете людей, верящих в это. Но я думаю, что кто-то из вас, возможно, тоже в это верит. Поэтому я не буду прям, знаете, однозначно утверждать, что я прав, а все нет. Но мне кажется, это все очень сильно антинаучно. И, друзья, в общем-то, я, если честно, у меня вот это видео, оно просто рекордсмен по дизлайкам. Это, по-моему, первое мое видео, которое задизлайкали большее количество людей, чем поставили лайки. И такого количества грязи я больше, в принципе, никогда не читал у себя под своими видосами. Ну вот так вот у нас статистически население у нас значительно в большей степени во все эти теории верит, чем не верит вся эта конспирология. Но для меня это было просто, если честно, поразительно. Я не ожидал такой реакции. Так что, кто не видел, посмотрите. Можете тоже мне там что-нибудь гадкое написать. Я не обижусь. Вот, друзья, вот, в общем, эти комментарии я не буду сегодня разбирать. Всем, кому интересно, найдете, посмотрите. Ну там, конечно, причем были люди, кто меня поддержал, но мы прям в таком совершенно явном меньшинстве. И причем даже те, кто меня поддерживали, их тоже начинают тут же забрасывать камнями. В общем, осиный рой прям изжалил меня в этом видео. Так, видео про инвестиции. Обман это и развод или нет. Ренат пишет, лучше попробовать и пожалеть, чем жалеть, что не попробовал. Да, Ренат согласен. Так, видео про то, что трейдеры подают в суд на Мосбиржу. Руслан Митрах пишет, решили московские гопники, как у людей, биржу замутить. Получилось, как всегда. Да, спасибо за мнение. Что-то здесь, мне кажется, национальный какой-то мотив присутствует. Так, к этому же видео правильные слова про цели и мечты. Ну да, я стараюсь, вы знаете, друзья, ставить высокие цели. Чем выше ты их поставишь, тем более высоких ты добьешься. Даже если ты достигнешь там 70% от задуманного, 50%, даже 30%, друзья, это все равно будет лучше, чем вы поставите малюсенькую цель и ее решите, ее выполните. Так что, сочиняйте мечты, как пела Каста. Так, к этому же видео про трейдеров. Мосбиржа тоже юрист и очень сильный, и суд примет сторону финансовой организации. Согласен, согласен с вами, романтик. Тут, как бы, скорее всего, результат предрешен, к сожалению. Так, Николай Быков, спасибо тебе за труды, помогу лайком, комментом. Многих, мне кажется, останавливает такая мысль. Ты вот сейчас откладываешь, ущемляешь себя. Ну, не буду все читать, классный комментарий. На самом деле, Николай написал, такой очень толковый и полезный. И про инфляцию указал. Так что, спасибо вам большое. И спасибо за то, что смотрите. Любовь, хороший репортаж, спасибо. Так, Николай Быков. Сыт и голодного не разумеет. У кого деньги есть, те знают, как их заработать. У кого нет, те и представить не могут себе, где их взять. Но в этом-то и дело, вот, возможно, цель вот таких вот болтунов, как я, это, наверное, людям хотя бы немножко глаза открывать на то, что, если заниматься вот этой финансовой грамотностью, ну, не с детства, наверное, да, но с какого-то юного возраста, то многих проблем можно избежать. Ведь это на самом деле так просто, заниматься накоплениями, заниматься, да даже элементарно, вот, начинать с банковских депозитов. И это же везде, это куча книг на эту тему написано, много мотиваторов об этом говорят. Мы, по сути, сами свою судьбу формируем, и можно, конечно, не стать миллионером, занимаясь биржей, занимаясь рынком, занимаясь накоплениями. Но, во всяком случае, друзья, нам не придется, там, при потере работы через месяц стоять протянутой рукой. А у нас же по статистике, вот, в кризис были же опросы, насколько у людей хватит накопления. И многие отвечали на эти вопросы на месяц, на два месяца. Но это же просто ужасно, друзья. Это просто не должно такого быть, чтобы человек при потере работы, скажем, через два месяца просто терял средства к существованию. Это просто нонсенс. И нам тоже надо об этом задумываться. Потому что, кроме нас, к сожалению, нам никто не поможет. Государство о нас заботиться не собирается. Я так думаю, мы это уже все поняли. Так, Ренат пишет, открывал ИИС в полном неведении о том, что такое инвестиции у Сбера. Спустя полгода решил начать. Тариф сначала был 0,3, потом перешел на 0,06. Да, посмотрите, друзья, у меня тут видос про комиссии брокера. Ну, я почти, у меня такая же была история. Я тоже, наверное, сначала открыл, потом уже прям сильно глубоко вник. Так что сначала лучше, друзья, конечно, подумать, чем потом уже делать. Многие делают наоборот, например, я. Так, Сергей пишет. Вот, кстати, комментарий, который побудил меня написать видео про инвестиции. О том, что это развод и лохотрон. Бред полный. Не забудете вы на 30 лет свои полмиллиона. Нет у нас такой стабильности. Каждые 4-8 лет кризиса будете сливать бабло. Как бы ни звучало банально, бесплатный сыр только в мышеловке. А такие видео и калькуляторы для лохов. Сергей, ну что вам сказать, не хочу норовоучать вас, но, надеюсь, все-таки когда-то вы свою точку зрения измените. Я так думаю, все-таки инвестиции скорее не для лохов. Не для лохов, я на это надеюсь. Так, все согласны с Михалковым. Ух, как вспомню. Ох, аж передергивает меня от этих комментариев. Так, возможно ли, что на этой новости бумаги упадут ниже реальной стоимости? Может, самое время брать. Это Ворон Баффет продал все свои акции авиакомпании. Иван спрашивает. Шапурин. Не знаю, Иван. Можете попробовать, конечно, Баффета перехитрить. Вот, когда он их продал, их купить. Ну, вырастут они, конечно, когда-то, рано или поздно они вырастут. Только вопрос, когда они вырастут. Вы сейчас свои деньги просто заморозите в неликвидном активе. Возможно, лучше их вложить во что-то более быстрорастущее, чем ждать там год-два, пока эти авиакомпании очухаются. Ну, вам решать, безусловно. Я, во всяком случае, авиакомпании не держу совсем. Тем более, у меня их и не было до кризиса. Сейчас я уж их тем более покупать не хочу. Так, Игорь Шалимов. Все верно сказано. Это видео, друзья, о том, как тренер одной футбольной команды, там немножко звезданул, прошелся по людям. Пообзывал их, тех, кто критикует сегодняшнюю ситуацию. Ну, у богатых, друзья, свои причуды. Нам их не понять. Так, Алроса Юрий Паутов пишет, доброе время суток, сегодня пробили 61, отскочили в плюс. Но Юрий занимается, я так понимаю, такими краткосрочными спекуляциями. Я этим не занимаюсь, но вам больших успехов в этом деле и привет большой. Так, Вук Новик. Шалимов прав, ныть не надо, надо действовать. Ну, Вук у вас, вашу позицию я уже выучил, я помню. Так, к видео про Ворона Баффетта. Согласен с тем, что спекуляция такой же азарта, так же быстро, как казино, деньги улетают. Саша считает, что поголовный алкоголизм в той или иной степени у нас менталитет. Саша, ну не знаю, вот насчет менталитета, если честно, я не очень в это верю. Вот по себе даже сужу, но вот я, допустим, русский. Но при этом нет у меня какой-то тяги вот просто сидеть и колдырить. И полно знаю людей, кто, будучи русским, в общем-то, ну есть там вообще, например, совершенно не пьющие. Есть, да, стереотип, что мы такой народ северный, дикий, волосатый, и, в общем-то, поэтому надо нам как-то греться. Ну, что-то вот такое, да, видимо, об этом вы о чем-то говорите. Ну, много же есть других народностей тоже северных, посмотрите, там канадцы, да, например, тоже северные, скандинавы северные. Ну, много, да, кто. Поэтому у нас же не сказать, что прям страна совсем уж такая морозная, то есть у нас же есть и климатические зоны довольно теплые, даже жаркие. Я так думаю, все-таки здесь другие какие-то причины, мне кажется, больше социально-экономические. Алкоголизм высок в тех странах, где невысокая социальная защищенность, где у людей страх перед будущим, где какая-то неопределенность. Ну, в общем-то, вот, мне кажется, такие категории. Ну, и зачастую алкоголизм идет по соседству с бедностью, наверное. Наверное, когда человек экономически находится в какой-то яме, то алкоголь это способ, наверное, отрешиться от каких-то трудностей. Ну, вот я почему-то размышляю таким образом. Ну, из-за этого же, наверное, в том числе у нас нет какой-то культуры питья. Но это мое мнение. Может быть, и в генах у нас какие-то спиртовые формулы зашиты, не знаю. Надо, кстати, спросить у Никиты Михалкова, мне кажется, он на эту тему тоже, мне кажется, что-то может нам сообщить полезное, как и про чипирование. Так, ТРД, спасибо. Руслан пишет, спасибо, интересное видео. У меня вот вопрос, 16% это максимальный процент, который можно получить в среднем на бирже в год. У нас в Казахстане базовая ставка 12%, соответственно, копительные депозиты дадут 12%. Да вот не знаю, Руслан, я тоже вот узнал про ваши депозиты, захотелось аж в Казахстан переехать. У нас, вот я говорю вам, 5% у нас депозит, ну и процентов 5% у нас официальная инфляция. Даже поменьше, наверное. Поэтому, не знаю, вот для меня это загадка, имеет ли смысл, будучи гражданином Казахстана, заниматься фондовым рынком, потому что на фондовом рынке, ну больше 12-15%. Ну я, конечно, буду очень сильно рад, если вы сделаете это на дистанции 10 лет, например. Но я так думаю, это очень тяжело. Поэтому, Руслан, не знаю. Честно, во-первых, рад, что у вас такие высокие проценты по вкладам, а во-вторых, не знаю, как вам подсказать, стоит ли. Ну, во всяком случае, наверное, стоит заниматься этим с точки зрения хранения части ваших средств в валюте. Это в любом случае будет не лишним. Вот, потому что если, вот Шахин, по-моему, писал, что у вас по валютным вкладам около 3%, вот более 3% в валюте на фондовом рынке делать можно. А вот именно более 10-12% в рублях, сомневаюсь. Так, Александр Жжентика. При открытии двух ИИС получить 52 тысячи или свободу от 13% в течение трех лет можно по двум счетам или по одному. Александр, но фишка ИИС в том и заключается, что его можно открыть только один. Так что два ИИС вы не откроете. Ну, точнее, откроете, но второй надо будет сразу же закрывать. Про ИИС никак я не соберусь с мыслями сделать видео. Как-нибудь, друзья, обязательно запишу. Так, вы лучше скажите, по какой цене, небось, за копейки отдали. Это про видео о том, что мы начали свою нефть Юрос продавать в Китай. Ну и откуда же я знаю Хатабыч? Наверное, за копейки. Нам никто же цены не называет. Потому что для них это тоже, я так думаю, такой репутационный момент. И признавать, что кто-то что-то продает за копейки, никто не станет. Надеюсь, что цены какие-то приемлемые, рыночные в текущей ситуации. Так, так. Сергей, привет, что за мобильное приложение, подскажи. Ну, я там в этом видео, насколько я помню, пользуюсь только мобильным приложением от брокера Открытия. Так что, если вопрос про это, то это Открытие брокера. Так, Юрий пишет. Доброе время, время суток. Я думаю, бумага интересна для спекулей. Он держит ее. Продаю, оставляю минимум, покупаю. Шорт, не лезу пока. Удачи, здоровья. Спасибо, надеюсь, у вас все будет получаться. Так, президент Лимпопо считает, что мы выигрываем нефтяную войну. Ну, может быть. Так, Саша Майер. Маск нереально крут. За ним будущее. Еще очень уважаю за то, что в его SpaceX президентом является инженер-механик женщины. Не представляю такой расклад. В России собираются отправить женщину на Луну. Ну да, Маск крутой, мужик. У него, кстати, ребенок недавно родился. Они его хотели каким-то кодовым там словом назвать, читали. Вот в итоге вроде им запретили какие-то регистрирующие органы. Придется называть, видимо, обычным именем. Так, про БАФ это Ренат пишет. Не знаю, как в цифрах, но, возможно, они выиграют от продажи в минус. Ведь налоги накладывают на прибыль, а тут совокупная прибыль окажется в разы меньше. Ну, может быть, кстати, интересная мысль. Я вот на эту тему не думал. Спасибо вам за такой подсказ. Так. Ох, Михалков, Михалков. Кошмар. Так, Максесс пишет. Насчет следующей недели, возможно, будет расти, если будут оптимистичные новости о вакцинах и ее разработке. Максесс. Ну, насчет вакцины я, если честно, не думаю, что это будет так быстро. Там говорят чуть ли не в течение года. Вроде как прогнозы, что ее создадут. Не, ну создадут ее, наверное, раньше. Там уже вроде какие-то успешные разработки есть. Но ее пока протестируют. Там же целая эпопея всего этого бюрократического исследования, чтобы допустить до применения на людях. Там пройдет очень много месяцев. Так. Все, друзья. Домотали мы до последнего моего видео, в котором я, кстати, рассказывал про то, что пока решил не продавать Алросу. И вот Ренат Коренев мне тут пишет, главное по поводу Алросы. Потом меня не вините, если что случится. Там Ренат просто писал о том, что, возможно, от Алросы не стоит избавляться, потому что инвестировать надо в долгую. Нет, Ренат, конечно, винить никого не буду. Любой инвестор действует сам самостоятельно. Сам должен осознавать риски и все мнения аналитиков, все аналитические обзоры, все теханализы, финансовые анализы, прогнозы. Все это надо читать, осмысливать, переосмысливать, но решение принимать исключительно самостоятельно. Поэтому и ответственность, друзья, за все наши движения на рынке мы должны нести исключительно сами. Ну что, друзья, прошу прощения, всем, кому видео мое понравилось, поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю с вами о фондовом рынке, о пассивном доходе. Спасибо вам огромное за то, что вы меня смотрите. Спасибо вам огромное за то, что вы комментируете мое видео. Призываю вас делать это как можно больше, как можно чаще. Давайте запустим челлендж от каждого подписчика по комментарию на одно видео. Так что, друзья, спасибо, что вы со мной. Мне очень приятно с вами общаться. Надеюсь, это взаимно. Все, друзья, всего вам самого доброго, всего самого лучшего и пока-пока. Продолжение следует...